Каким образом можно поддержать ученика, который сталкивается с определенными трудностями при выполнении домашнего задания? Я сейчас не касаюсь тех учеников, которые хронически не выполняют домашнее задание. Там, наверное, по-другому нужно действовать, хотя те способы, которые я сейчас озвучу, вполне могут привлечь этих учеников. Первый способ, это, например, помимо того, что ученик дома читает параграф, выполняет какие-то упражнения, например, даются тесты для самопроверки. Тоже самый чудный сервис Learning Cups. Я знаю, что учителя не очень любят давать эти тесты для самопроверки в качестве домашнего задания, потому что учитель не может проверить, не может проконтролировать, выполнял конкретно данный Вася это домашнее задание или нет. Единственное, что у учителя есть общая статистика, то есть если он создал Learning Cups и там ноль просмотра, понятно, что его никто не выполнял. Но если там 60, 30, 100 просмотров, значит ученики с этим Learning Cups играют. Но про конкретного ученика учитель действительно не получает никакой обратной связи. Но тут у меня возникает вопрос, а зачем вам знать, а зачем вам контролировать, дома он проверял сам себя или нет? Ну, какая разница? Вы тот человек, который даёт ученику возможность развиваться, вы поддерживаете его в этом развитии, вы не контролёр. У вас другая функция. И если вы этот фокус вот сместите, вы даже не заметите, как через какое-то время ваши ученики тоже поменяются. У них тоже фокус сместится, для них тоже домашняя работа будет что-то иное. Они сами это поймут. Второй вариант поддержать выполнение домашних заданий учениками – это организовывать совместные домашние работы. Сов-м-е-ст-ны-е. Создаётся какой-то один общий документ, где ученики выполняют домашние задания. Я на эту тему, наверное, сделаю отдельное видео. Очень хотелось бы сюда привлечь Юрия Курвица, потому что он именно тот, который, по-моему, тот учитель, который лет 7 или 8 назад, когда только мы начали использовать Google-документы в своей работе, вот он делал эти совместные домашние работы с учениками. И когда он выступал, конечно же, на конференциях перед учителями, учителя были в шоке. Как это так, совместная работа, они все спишут. Да и пусть списывают. Фокус-то в другом, смысл в другом. Не в том, чтобы списать, а в том, чтобы ты научился решать. Чтобы ты конкретно, вот сам ученик, ты понял, что у тебя есть теперь хорошая возможность. Ещё вчера ты не знал, тебе некому было обратиться, а сегодня вот общий документ твои одноклассники решают. Учитель тут же рядом, ты можешь спросить. Это тебе надо. Но опять-таки для этого фокуса должны смуститься в первую очередь в голове учителя, а потом они смущаются в голове у ученика. И я ещё, прежде чем закончу, ещё такой пример. Ко мне как-то обратилась моя коллега, они с учениками по математике. Они с учениками создавали в Геогебре рабочие листы и отсылали. Это было такое домашнее задание, нужно было что-то в Геогебре сделать и отослать учителю по почте. Ну а так как классы большие и всё-таки почтовый ящик, он и не резиновый, да и неудобный это, она обратилась ко мне за помощью, что каким образом сделать так, чтобы они куда-то свою работу присылали, но только чтобы мой почтовый ящик не загружался этой информацией. И я тогда предложила ей сделать таблицу гугловскую, расшарить её с классом, с одним, и каждый ученик вписывает своё имя и, например, ссылку на свой рабочий лист в Геогебре. Имя, ссылка на рабочий лист. Конечно же, учительница была шокирована. Если они в одном документе, и у каждого есть возможность просмотреть, что сделал другой, это же кошмарный ужас. Они же увидят, что сделал каждый ученик и скопируют. Так вот, нет. Так вот, нет. Страшная тайна-то заключается в том, что когда они отсылают вам на почту, они пребывают, учащиеся, я имею в виду, в святой уверенности, что учитель-то ничего не знает. А сами они сидят в Скайпе, в Мессенджере, в Вайбере, где угодно, создают общие чаты, общаются между собой, создают одну-единственную коллективную работу и отсылают под разными названиями учителю. Если вы сами создаете совместный документ с такими открытыми, опубликованными правилами, что теперь у вас есть возможность посмотреть работу друг друга, придется выкручиваться и уже создавать свою работу. Потому что тут все просто очевидно. Тут не только учительница, но и даже твои одноклассники уже могут сказать, что работа списана. И опять-таки, кто хочет списывать, списывай. Но на контроль на тебе это не поможет. Поэтому я даю тебе возможность научиться, подготовиться, понять, где слабость твоя. Обратиться ко мне, спросить учеников. Вот так все просто. И в то же время так все сложно. И, пожалуй, закончу я свое видео такой фразой. Домашнее задание – это не проблема. Нам нужно просто изменить к ней свое отношение. А для этого нужно какие-то фокусы обязательно сдвинуть. Всего доброго, коллеги. Спасибо за внимание. Обязательно комментируйте. Тема важная и тема достойна обсуждения. Всего хорошего и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok